Алексей Лагутин инструктирует новобранца. Чтобы завести грозу артиллерии, недостаточно повернуть ключ в зажигание. Необходимо приложить немало усилий и проявить сноровку. Тогда ретромобиль начнет работать. Первый залп этой «Катюши» немцы услышали в июле 41-го под Оршей. Тогда, обороняя свои вагоны с боеприпасами, оккупанты узнали мощь новой советской техники. Фронтовую машину ростовские коллекционеры обнаружили только 10 лет назад в одной из донских воинских частей. Возможно, наши войска оставили ее здесь на ремонт, когда шли на запад. Детали, которые, будем говорить, с железа сделаны, мы делаем уже с другого железа, который уже пришел в негодность, ничто с него сделать невозможно. Часть реставрируем, сейчас заменяем, конечно. А эта классика зарубежного автопрома 30-х годов нашла своего владельца в Краснодаре. За два года Александр Ковриков поменял ходовую, перекрасил кузов и нашел оригинальные детали – сиденья, поворотники и приборную панель. Запчасти привозили ему друзья с немецких аукционов. Возраст от реставрированных машин – 70-80 лет. Второй год Донской ретро-фестиваль притягивает любителей старины и фотографов. Фотосессии на фоне раритетного авто сейчас в тренде. Особой популярностью пользуются правительственная «Чайка», «Москвич» и «Победа». Люди, которые занимаются такими вещами, их тоже надо поддерживать, потому что они в основном, там ведь наши были автомобили, они чтут историю нашей страны. Поверьте, пройдет еще очень немного времени, и мы будем эти машины рассматривать как НЛО 20-го века. А это, пожалуй, самые старые диковинки. Американский «Додж» 29-го года выпуска и французская паровая машина «Мерлин» 28-го года. Она до сих пор в рабочем состоянии. Екатерина Лободина, Андрей Токарев, Южный регион. Инфо.